У меня больше волнует, если они... Трое жителей Озерска напали на станцию скорой помощи. Мужчины были вооружены арбалетом. В результате пострадали два медработника. И, к счастью, средневековое орудие в ход не пошло, ограничились рукопашкой. Поэтому медики отделались относительно легко, сильными синяками и ушибами. Целью нападавших был вовсе не сейф и не личные дела больных, а сданные анализы. 28-летний мужчина, участник налета, накануне попался инспектором ГИБДД. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, а также заподозрили в вождении в нетрезвом виде. Потребовали выдать им анализы, биоматериал, который был незадолго до этого забран у их товарища или друга. Потребовали его вернуть, на что получили отказ. После этого применили физическую силу. Во время драки медикам удалось нажать тревожную кнопку. Сотрудники охраны прибыли на место ЧП менее чем за 5 минут и обнаружили уже избитых врачей. Были избиты два сотрудника скорой помощи, которые находятся в травматологическом отделении с отрясением головного мозга. Состояние их удовлетворительно, угрозы жизни им нет. Владельца арбалета задержали в ближайших дворах бойцы Росгвардии. В отношении еще одного предполагаемого участника нападения завели административное дело об употреблении наркотических средств без назначения врача. Его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного противоправного деяния, максимальное наказание, лишение свободы на срок до 7 лет. На Южном Урале активизировались мошенники. Они крадут деньги из банковских карт. Как правило, похищенные суммы небольшие, но могут ударить по карману некоторых жителей. Зачастую пропажу попросту не замечают. Как не попасться на уловки воров и защитить свои деньги, знает Денис Киселев. То есть смс мне на телефон никакого не приходило, но в онлайне зафиксирована сумма списания. Деньги бесследно исчезают с карты Алины Фазлеевой не первый раз. В прошлом году с ее счета неизвестные списали 900 рублей. Женщина сразу заблокировала карту и выпустила новую. Обратилась в банк с заявлением о пропаже денег. За три дня их вернули, но спустя год мошенники повторили трюк. В этот раз аппетиты оказались скромнее. Со счета списали 400 рублей. Позвонили сами они с банка. Сказали, что заподозрили в мошенничестве. Первая операция прошла успешно на сумму в пределах 400 рублей. А вторую операцию повторную, то есть ее уже карту заблокировали. Мы посоветовали также обратиться, то есть заблокировать карту, перевыпустить ее. И сказали, что денежные средства мне не вернут. Вернуть деньги теперь можно только через полицию. А чтобы обезопасить себя от кражи, специалисты рекомендуют застраховать кредитную или дебетовую карту. Это поможет защитить кровно заработанные. Сейчас банки предлагают отдельные страховые продукты, которые защищают от иных рисков. Например, программа страхования банковских карт, которая защищает от таких инцидентов, как кражи или потеря карты, случайное повреждение, кражи наличных после того, как клиент снимает средства в банковате. Страховка в этом случае действует в течение двух часов после совершения операции. Кроме того, мошенники могут воспользоваться неосторожностью людей. Поэтому не нужно переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными банковскими приложениями. Чтобы защитить свои деньги и персональные данные, нужно придерживаться простых правил. Зачастую мошенники используют современные технические устройства, позволяющие им совершать звонки с номеров, схожих с номеров известных банков, что еще больше вводит граждан в заблуждение. В таких случаях следует прервать звонок и перезвонить самостоятельно в свой банк, номер которого указан на оборотной стороне пластиковой карты. Еще одно важное правило – не сообщать никому данные своей карты. Интересоваться ими могут только мошенники. Сотрудники банка не просят выполнить какие-то действия в приложении или сообщить заветные цифры, написанные на пластиковой карте. Поэтому лучшая защита ваших денег – соблюдение простых правил безопасности. Денис Киселев, Кирилл Уланов, ОТВ. От армии не скрыться. Повестки призывникам хотят посылать по почте, а не вручать лично в руки. Такой законопроект уже рассмотрели в первом чтении депутата Госдумы. Вступить в силу он может уже в этом году. Сейчас призыву подлежат юноши, которые родились в период с 1993 по 2002 годы. Мы им должны вручить, обязаны вручить повестку о призыве вооруженной силы лично под роспись. Многие призывники не проживают по месту прописки, и их сложно найти. Некоторые отказываются ставить подпись в повестке, а иногда даже не открывают сотрудникам военкомата двери. Чтобы избежать таких ситуаций, депутаты Госдумы предлагают посылать повестки призывникам с заказными письмами. И не обязательно должен быть сам призывник получить заказное письмо. Это могут быть родственники, те, кто живет в этом доме. И это, я считаю, что на 50%, а может быть и на 2-3% упростит процедуру, и даст возможность повестить призывников, те, кто уклоняется. После получения письма призывник обязан в течение трех рабочих дней прийти в военкомат и получить повторную повестку лично. В противном случае его посчитают уклонистом от военной службы и заведут административное дело. В Челябинске выпустили книгу, которая посвящена южноуральцу Виктору Кожевникову. Офицер во время боевой операции в Афганистане пожертвовал собой, чтобы спасти однополчан. Каким помнят героя близкие и родственники, которые помогали в написании книги, знает Андрей Михайлюк. Об этом человеке надо рассказывать, надо помнить, надо, чтобы его имя, его подвиг жил. На фотографии из книги «Жаркий ветер Афгана» 20-летний южноуралец. На снимке он курсант Тюменского высшего инженерно-военного училища Виктор Кожевников. С улыбкой выполняет упражнения на турнике. Среди будущих офицеров он отличался не только физической подготовкой. Высокие результаты Виктор показывал и в стрельбе из автомата, и в стрелевой подготовке. После выпуска из училища попросил направить в Афганистан. Езжал буквально на несколько дней домой. И вот возле второй школы мы с ним встретились, обнялись. И он мне рассказал, что вот, все закончил, я поздравил его. И рассказал, что вот ему не направление, он едет служить на границу. В общем, был такой счастливый, довольный. После постоянной командировки вдоль границы Советского Союза с Афганистаном. Во время выполнения операции отделение Виктора Кожевникова попало в засаду. По ним открыли огонь по двум вертолетам. Часть солдат и офицеров погибли, другие пропали без вести. Виктор отправился на их поиски. По рации сказал, вижу их, вижу их, подхожу, подбираюсь. Вот, и, в общем-то, два солдата отстали. Их потом тоже расстреляли. И, в общем-то, слышен был по рации координаты огня Виктора. И потом, я ранен, я ранен, прошу помощи, и все. Виктора Кожевникова нашли через два дня. Погиб в рукопашной схватке. В память о своем друге директор управления Федеральной почтовой связи Владимир Образцов написал книгу «Жаркий ветер Афгана». Но ее создание ушло 10 лет. Помогала семья Виктора. Искали боевых товарищей. Книги – воспоминания однополчан, друзей и родственников. Он женился, в общем-то, они прожили 9 месяцев. И с 9 месяцев, 6 месяцев у него были командировки. Его солдаты очень любили. Они, вот, в «Одноклассниках» мне пишут, «Дорогой наш славный командир». Воспоминаниями делились учителя, одноклассники и сослуживцы. Все, кто знал Виктора Кожевникова. Тираж книги ограниченный. Всего 500 экземпляров. Она не для продажи. Поэтому автор дарит ее на память. Кроме того, на стену школы, где учился Виктор, установили гранитную табличку. Андрей Михалюк, Евгений Чекалов, Антон Щербинин, ОТВ. У нас на этом пока все. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере и ватсапе номера на экране. Сейчас короткая реклама, а сразу после продолжения хоккейного матча. Увидимся на ОТВ в 21.30. Расчетно-кассовое обслуживание в Челябинвестбанке. Это бесплатно и без абонентской платы. Только тариф за платежку. Отделение банка во всех районах города. И в любом можно сдать выручку. Это надежный банк с 30-летней историей. Расчетно-кассовое обслуживание в Челябинвестбанке. Подробности на сайте челинвест.ру или по телефону 268-00-88. Быть первым – это начать с нуля. И превратить ноль в самую широкую сеть клубов. Это расширит список спортивных трансляций вместе с диагональю телевизора. Сменить боксерские перчатки на игровую консоль. Принять первую ставку через интернет. Сделать первое мобильное приложение и стать примером для вторых. Уже 25 лет мы делаем ставку на победу, чтобы вы сделали свою. Фонбет – первая букмекерская компания. На телеканале УТВ продолжается прямая трансляция из Челябинска. Поединок между трактором и Череповецкой Северсталью вам представлен при поддержке генерального партнера трансляции по очереди Инвестбанка. Что касается стартовой 20-ти минутки, которую мы смотрели несколькими минутами ранее, то здесь Череповецкий коллектив смотрелся очень неплохо. Сумел забросить две безответные шайбы. Ну и в целом по статистике произошел трактор. По броскам 10-8. По вбрасываниям 8-7 за статистикой рейт в пользу трактора. 10 против 7 блокированных бросков в пользу подопечных Разина. Ну и по силовым приемам 4 в исполнениях наших хоккеистов и 3 в исполнениях хоккеистов Северсталя. По одному удалению. И второй 20-ти минутку Северсталь начнет в большинстве в формате 5 на 4. Что касается заброшенных шайб, то Кулда и защитник, который реализовал отложенный штраф, и также Владислав Кодло, который забросил очень неплохую шайбу. Ну и дополнительная статистика также на ваших экранах. Здесь 4-34 по времени в атаке у черно-белых, и 3,5 минуты в атаке находились подопечные Разина. Они же, еще раз отмечу, начинают данный период при игре в большинстве в формате 5 на 4. Итак, бросывание. Под номером 1 во втором игровом отрезке. Удается перехватить шайбу Карпухин. Передача по борту не совсем точно пошла. У трактора тем временем замена вратаря в паузе. Место в воротах занял Иван Федотов. Заменил по ходу поединка Станислава Галимова. Уже не в первый раз мы наблюдаем вот такую рокировку на последнем рубеже в этом сезоне. Но и вот не совсем удачно сортовавший в поединке Галимов. Занял место на скамеечке для запасных. Итак, минуты 20 остается до выхода пятого полевого. Игроки Северстали пока что полноценно ни разу не сумели закрепиться в зоне атаки во втором игровом отрезке. Ну и, собственно говоря, первое большинство для трактора по ходу старта в игровом отрезке так же прошло без особо опасных ситуаций вблизи ворот Подъепольского. Сейчас потерь решает. Шайба Алексеева удается завладеть игровым снарядом. В дальний угол бросает Кодала. Не совсем точно закрывает зону защитники. Передачу возвращают. Нападающим его здесь уже никуда не торопясь соперники устроили перепасовку. Хабаров попытка нанести бросок. Сходит шайба с крюка, но тут же исправляется защитник. И опасная ситуация возникает. Вновь Кодала и вновь бросок в дальний. Не совсем точно. Продолжает контролировать шайбу гости. Такая монотонная перепасовка в формате большинства. Но есть определенная задумка и мысль в этом розыгрыше. Регулярно доводят они дело до завершающего точного броска. Но точно не точно. Дважды Кодала бросал. Не совсем удачно. Но тем не менее позиция была более чем убойная. Вот сейчас Петунин попытка набрался. Блокируется еще один момент. И Федосов там с ленточки буквально. Вытаскивает шайбу. Посланы нападающие. В этот момент появляется на площадке у трактора пятый полевой игрок. Почти две минуты сыграли команды. Во втором игровом отрезке Федотов впервые оттащил свою команду. После появления на старте второй двадцати минутки в створе ворот нашей команды. Смотрим еще раз. Петунин с неудобной руки бросал створ в ворот. И здесь отлично все сделал Федотов. Заблокировал попытку нападающего себя переиграть. Седлок с партнерами у трактора. Впервые наше стартовое игровое сочетание появляется на площадке. В втором игровом отрезке. И опаснейший момент. Еще один возникает в близи ворот нашей команды. Остановлена встреча. Прозвучал свисток. Неточная передача, которая заставляет работать лайнсменов. Они внимательно следят за всеми тем, что происходит по части. В том числе неточных передач, как следствие пересечения всех линий и проброса. А вот этот момент, который возникал вблизи ворот трактора. Егор Чижиков, крайне нападающий из стартового игрового сочетания, выкатывался. И посылал шайбу в сторону ворот Федотова. Попадает шайба в защитника. И в результате до цели не доходит. Еще одна попытка нанести бросок створный. На сей раз в исполнении Кирилла Капустина он принимал шайбу. И второе движение посылал ее в сторону ворот. Но тоже не точно. Защитник трактора подбирает шайбу. Гика. Несмотря на то, что Егор Чижиков еще довольно молодой игрок. Он всего лишь 2001 год рождения. Андрей Разик к нему так очень как к взрослому отнесся. По-настоящему отругал его даже за эту смену. Не понравилось ему действие нападающего в завершающей стадии. А я отмечу, что Чижиков является лучшим бомбардиром «Алмаза» в нынешнем сезоне молодежной хоккейной лиги. У него практически очко за игру. 51 матч, 47 наборных очков. Итак, Седлок с партнерами. Испытываем сложности при выходе из зоны. В тот момент, как игроки Северстали очень здорово пользуются вот этими всеми ошибками наших игроков при выводе шайбы из собственной зоны. У Шефелева сегодня просто-таки не ладится игра. При начале атаки допускал помарки. И в том числе при нахождении нашего 16-го номера на площадке в периоде под номером 1 нам забрасывал шайбу. Котова. Смена составов. Неточная передача, но было касание. Игра продолжается Алексеев с Сисинским. Перепасовка и передача на Чебыкина. Диагональ проходит в направлении Бобылева. Это такой классический прием. Применяет при входе в зону с правого фланга. Торможение и исключение в центр. С последующим броском из-под защитника. Алексеев бросает. Нет. Бросок не получается у нашего защитника. По силе и по точности. Не совсем все было сделано четко. Алексеев. Передача за спину. И вновь пытается подловить нас и кисты Северстали. На ошибки при выходе из зоны. Но вот, как мне кажется, по стартовым минутам сейчас подопечный Разина пытается навязать нам достаточно активный хоккей. То есть, если в стартовой 20-ти минутке игроки Северстали достаточно такой нейтралитет сохраняли по части прессинга. То сейчас очень активно прессингуют. И уже в самом начале фланговые игроки оказывают давление на наших защитников. Пытаясь играть, как мне кажется, по заданию. Вот эти стартовые игровые моменты проходят именно при тотальном прессинге со стороны соперников. Передача по борту. Очередная неточная в данном случае со стороны наших хоккеистов. И очередной проброс в составе нашей команды. По итогам стартовой 20-ти минутки здесь хотим обратить внимание на дополнительную статистику. В частности, пройденные дистанции наше стартовое игровое сочетание. Седлок, Дика и Кейлов преодолели почти 2000 метров на площадке. Но у Седлока вообще он лидер. 2,27 километра, 227 метров. Ну а максимальную скорость на данный момент развил Ярослав Косов. 36,7 километров в час. По всей видимости, в том самом игровом моменте, когда подбирал он шайбу и обострял за счет негибуальных действий. Это все моменты стартовой 20-ти минутки. А пока у нас пятая минута второго периода. Заброшенных шайб пока не увидели. Но моментов очень много. Причем большая их часть возникает вблизи ворот трактора. И уже неоднократно на старте второй 20-ти минутки появившийся в створе ворот черно-белых. Иван Федотов спасал свою команду. Бородкин. Раскатываются кисты трактора. Идет в брос-зону. Сам же Бородкин прошел фрессинговать соперника. Кинрейт. Кул заделает длинную передачу на раскатку партнером. Кстати, очень удачно пошла вот эта первая передача из глубины. Но вот дальше проверили среднюю. Не удалось. Чижиков не сумел шайбу под контролем своим сохранить. Но вот в мой фактивный прессинг вливается то, что игроки Северстали добиваются своего. Перехватывают шайбу и доводят дело до броска. Илья Хохлов в кадре. Именно он сейчас впуск не сильно, но точно бросал к воротам. Ну а самый мощный бросок пока в этом матче принадлежит Сергею Терещенку. 165 километров в час. Именно с такой скоростью была опущена шайба Терещенка в одном из игровых моментов. Брасывание. Алексеев против Седлока. Размен первого игрового сочетания у Трактора против четвертого у гостей. Гико-пас центр. Не совсем точная пошла эта передача. Бейлер. Пас по борту. Алексеев сыграл на перехвате. И в очередной раз мы с вами наблюдаем ту самую картину, когда хоккеисты Северстали за счет активного прессинга заставляет наших ребят ошибаться при начале атаки. Вообще, кстати говоря, в этом сезоне проблема с выходом из зоны, она присутствовала. Но опять же, здесь мы берем внимание те команды, которые умеют играть очень высоко при организации в начале атаки соперника, то есть нашей команды. Регулярно возникали проблемы у нашей команды, когда соперник предоставлял нам ему такой тотальный хоккей при отборе шайбы. Ломается клюшка у Бейлина. Все это аукается нам очень опасными сразу двумя к ряду моментами. Близи ворот Федотова. Выручает нас голкипер. И рекламная пауза под номером один на очереди. Книжку санитарную, справку на работу. На себя возьмем мы данную заботу. И права получите, и справку для ружья. На медосмотр в Омеге ждем мы вас, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok